Друзья, привет! С вами, как всегда, Джамбо Макс, и в этом видео я расскажу о своих впечатлениях о Xbox серии X. Ну а также более детально разберем все то, что нам показали в трейлере. В этом видео я опять разыграю Xbox Game Pass на один месяц. Условия, как всегда, очень простые. Просто вставите лайк и пишите любой комментарий. И напишите о проделанной работе в группе ВКонтакте под определенным постом. Если что, подробности конкурса, как всегда, в закрытых комментариях. Также не забывайте поддерживать канал подписками и нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех следующих видео, в которых я буду держать вас в курсе всех последних событий нового Xbox. И давайте все-таки начнем. Если что, совсем недавно на шоу The Game Ever 2019 нам показали новый Xbox, раскрыли его название, а также показали внешний вид. И давайте все-таки об этом поговорим. Что это вообще за консоль? Для тех, кто в танке, объясняю. Xbox серия X это тот самый Project Scarlet, который обещали нам выпустить в 2020 году. Если что, это совершенно новый Xbox, это новое поколение, которое уже будет тягаться с PlayStation 5. Честно, я был вообще в шоке, когда в своей новостной ленте я увидел трейлер нового Xbox. Да, я знал, что будет трансляться The Game Ever 2019, но я его принципиально не смотрел, поскольку не думал, что там покажут что-то интересное. Да и то, что там могут анонсировать новый Xbox, вообще никто не мог подумать. И знаете, на самом деле обидно осознавать, что показ нового Xbox я официально проспал. Ну, на самом деле, я даже не думал, что там бы его покажут. Само название Xbox серии X довольно-таки странное, ибо его нельзя как-то упростить и назвать сокращенно, типа Xbox One – Хуан. Плюс каждое название Xbox должно объяснять концепцию консоли. Xbox 360 – это типа опыт новых развлечений вокруг консоли, которая находилась в центре, и поэтому типа Xbox 360. Xbox One – это типа все в одном, по крайней мере так было в начале. А Xbox серия X, ну, намекает нам лишь о том, что эта консоль будет не одна. 100% не одна, поскольку даже были слухи о том, что будет уменьшенная версия. И как бы название это частично подтверждает. Фил уже пытался объяснить это название, мол, это название дает им возможность в случае чего добавить какое-то словосочетание или что-то еще. И типа само название говорит о том, что мы можем окунуться в мир видеоигр со всей мощностью, со всей красотой и так далее. Но на самом деле это такое себе объяснение, и знаете, как бы это можно приписать абсолютно к любой консоли. Лично мне название зашло, но вот, к сожалению, его нельзя как-то офигенно назвать сокращенно. X-X-X, а X-X, ну, как-то странно, да? Поэтому как-то хочется назвать его очень сокращенно, но почему-то не получается, как бы это минус данного названия. И на мой взгляд, Scarlett звучало поприкольнее. Сам Xbox выполнен в строгом стиле, без каких-либо лишних узоров. И честно, по дизайну он мне понравился, ибо в нем нет ничего лишнего или чего-то такого, чтобы смущало. И сам этот прямоугольник, на мой взгляд, очень здорово отражает само название Xbox. И знаете, на самом деле, ару, как вот многие стали клепать мемчик с его дизайном, реально очень годно, реально очень оригинально и реально очень смешно. Кстати, хочу обратить ваше внимание на то, что консоль спереди имеет всего лишь один USB-порт, дисковод и кнопку для коннекта геймпада. А вот что находится сзади, к сожалению, нам не показали. Что находится сзади, очень интересно, и надеюсь, что там тоже будет все красивенько и прикольненько. Кстати, консоль можно будет располагать как вертикально, так и горизонтально, и на мой взгляд, это очень хорошо, не нужно будет докупать какую-либо подставку. Знаете, единственное, что волнует меня в этом вопросе, так это материал корпуса. Просто если его ставить горизонтально, и он не имеет мини-ножик, то, в принципе, он без проблем поцарапается. И после этого ставить его вертикально, ну, как-то будет не очень. Поэтому я очень надеюсь, что либо материал корпуса будет такой не царапающийся, либо там все-таки будут мини-ножки, на которые, в принципе, он и ставится горизонтально. Также в дизайне меня привлекла зеленая подсветочка, которая находится в самом верху под решеточкой. Мне очень интересно, будет ли она действительно гореть, поскольку, может быть, это лишь показали фирменный цвет Xbox, ну, типа рендеринг такой. Также очень интересно, будет ли она иметь какую-то цветовую гамму, можно ли будет ее настраивать. И знаете, если она все-таки будет иметь цветовую гамму, то, в принципе, она должна будет что-то обозначать. И знаете, надеюсь, что не какое-нибудь кольцо смерти или какую-нибудь ошибку, а то все возможно. Кстати, данный дизайн, мне кажется, выбрали неспроста и сделали его именно для того, чтобы при загрузке он вообще не шумел, а также не перенагревался. Просто во времена Xbox 360 у Microsoft понесло очень много убытков из-за того, что первые ревизии Xbox они, по сути, тупо сгорали из-за перенагрева. В этот раз, мне кажется, они себя от этого обезопасили, конкретно обезопасили. Кстати, по информации сети, новая консолька должна будет работать тише, чем Xbox One X, хотя куда тише, я не знаю даже. В общем, по дизайну новый Xbox нестандартный, но очень клевый и простой. В интерьер, в котором есть острый угол, он, мне кажется, просто офигенно впишется, особенно если у вас в интерьере будет черный цвет. И, кстати, для тех, кто любит стикеры, мне кажется, вот такой вот дизайн обклеить проще простого. Геймпад, как вы видите, тоже потерпел изменения, но не сильный. Как по мне, это правильное решение, поскольку геймпад от Xbox One и так крайне удобен. И что-то в нем менять, мне кажется, это лишнее. Единственное, что капец как бросается в глаза, так это новая кнопка посередине. По сути, это аналог кнопки Share на PlayStation 4, при помощи которой мы будем записывать видео или делать скриншоты. Если что, данный геймпад будет совместим с консолями Xbox, то есть вы можете купить новый геймпад с центральной кнопкой и просто пользоваться его на консоли Xbox One. Также, по информации сети, стало известно, что данный контроллер чуть-чуть меньше, чем Xbox One. И если еще более детально присмотреться, то можно увидеть крестовину, как у Xbox 360. Надеюсь, что она будет не такой убогой. Также, если еще больше присмотреться, то можно увидеть ребристые курки. Это, на самом деле, приятный бонус, и мне кажется, курки станут еще удобнее из-за цепкости. В остальном, вроде, это тот же самый геймпад от Xbox One. И знаете, при всем приятным, я очень надеюсь, что новый геймпад не будет так часто ломаться, и они учли все ошибки нынешнего контроллера. А самое главное, они учли качество стиков и бамперов, поскольку это, на мой взгляд, самая опасная проблема контроллеров Xbox, и они чаще всего ломаются на геймпадах. Да, я понимаю, что у Microsoft офигенная поддержка, они, если что, заменят, но когда вы покупаете новый геймпад, и он ломается там через 3 месяца, ну, это как бы немножко обидно, поэтому я надеюсь, что качество нового геймпада вырастет намного. Выскажусь насчет железа консолей. Если честно, то мне пофигу, что стоит внутри. Мне хочется увидеть ее возможности, ее потенциал, а также на что она способна. На данный момент по информации сети известно, что данный Xbox будет по-любому поддерживать игры от предыдущих поколений Xbox, то есть игры Xbox Original, Xbox 360 и игры от Xbox One будут идти на Xbox Series X, это 100%. Ну, то есть только те игры, которые доступны по обратной совместимости. То есть абсолютно вся библиотека игр, ваши достижения и ваши профили могут перекочевать на новое поколение. И на самом деле это очень здорово. Также известно, что у консоли будет очень быстрый отвлек, что будет технология торсировки лучей, а также известно, что на консоли можно будет запускать две игры одновременно. Типа сидишь, такой играешь, а потом бац, поставил на паузу и переходишь сразу же к другой игре. Зачем это, непонятно. Если данная функция будет давать возможность там запускать две игры одновременно там на двух экранах, то это круто, но все равно бредово. Единственное, что меня в этом во всем волнует, так это дашборд. Я надеюсь, что новый дашборд будет приятный в использовании, очень удобный, быстрый, а самое главное, не лагающий, поскольку дашборд от Xbox 360 лагает до сих пор. Также известно, что консоль будет выдавать 4К разрешение и 60 FPS по стандарту. И то, что кадров в секунду можно будет увеличить до 120, и то, что консоль будет поддерживать 8К разрешение. Честно, в это очень слабо верится, поскольку на Xbox One X нам тоже дофига чего обещали. Для тех, кто не помнит, когда показывали Xbox One X, нам обещали, что все игры будут работать в 4К и 60 FPS, там будет виртуальная реальность. И, как показывает опыт, виртуальной реальности так и нету, а игры 4К и 60 FPS крайне редкие. Поэтому на все это, мне кажется, нужно смотреть с большим подозрением. Да, я не сомневаюсь, что она вытянет 4К разрешение и 60 FPS, но те же 8К, мне кажется, будут доступны только в фильмах, и то в далеком будущем. Кстати, о играх. На сегодняшний день известно лишь о нескольких играх, которые выйдут на Xbox серию X. Это Halo Infinite и Halo Blade 2, которые показали на данном шоу. Если что, эти игры войдут сразу же в подписку Xbox Game Pass с даты релиза. Кстати, еще об играх. Если вы купите Halo Infinite на Xbox One, то версию для Xbox серии X вы получите бесплатно. Это, по сути, некое расширение функции Play Anywhere. Также хочу напомнить, что новый Xbox имеет полную обратную совместимость со всеми аксессуарами Xbox One. То есть, грубо говоря, если вам не нравится крестовина от нового геймпада, вы можете подключить старый, то есть вот этот, к новому Xbox и пользоваться. Мне вот очень интересно, будет ли Kinect подключаться к новому Xbox, потому что если он оживет, это будет неплохо. В целом, это довольно приятные новости. Консоль прикольная, лично мне она понравилась, и на данный момент я хотел бы ее приобрести. И знаете, все-таки хочется, чтобы данную консоль показали целиком и полностью, рассказали о функционале, а также показали новые игры в действии. Но это, мне кажется, произойдет уже точно в новом году, либо на ближайшем XO, либо же на E3 2020. Сколько будет стоить консоль, пока неизвестно, ничего об этом не сказали, но я рассчитываю на 1050, и я думаю, что это нормальная цена для консоли, которая будет работать очень долго. Точная дата выхода консоли тоже неизвестна, но, по сути, она выйдет в конце 2020 года. Когда выйдет в Россию, это уже вопрос. Вопрос. Насчет габаритов тоже ничего не сказали, но по неофициальному рендерингу можно вот приблизительно увидеть, какова она по сравнению с нынешними Xbox'ами. И теперь лично мне очень интересно посмотреть на PlayStation 5, каков ход будет от Sony, ведь борьба за девятое поколение только начинается. А на этом у меня все. Обязательно напишите в комментариях свое впечатление о Xbox серии X. Напишите, как вам дизайн, как вам вообще концепция консоли. Также не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и не забывайте о розыгрышах. Большое спасибо за просмотр, до новых встреч!